Ну, кстати, десятки многоквартирных домов в Омске этой зимой остались с разобранными кровлями. Жильцы жалуются на холод в квартирах. В фонде капитального ремонта никаких нарушений и технологического процесса не замечают. Строители обещают, что работы будут продолжены и в праздничные дни. Слово Дмитрию Ковалеву. На крышу жители этого дома поднимаются несколько раз в неделю. Люди переживают, кровлю разобрали, а растаявший под пленкой снег может испортить ремонт в самих квартирах. Кроме того, собственники даже не в курсе, что за организация ведет работы. Не повесили нигде ни таблички, какая организация делает ремонт крыши, смету, на какой объем работы, когда они должны начать, когда закончить, ни телефонов куда обратиться, ну ничего абсолютно. Мы ничего не знаем, не ведаем. У меня на каждом объекте закреплен ответственное лицо, то есть непосредственно ежедневно мне идет отчет о проделанной работе. То есть с жильцами там вопросов никаких не было. Жители верхних этажей жалуются, что теперь замерзают в своих квартирах. Теплее вряд ли станет до середины февраля. По контракту именно к этому сроку строители должны закончить все работы. Они, потому что мы когда разобрались, полкрыши, они думают, сейчас все бросим или что, снегом засыпет. А мы же все буквально за два дня все закрыли. Из-за этого, наверное, они думали, что мы бросим, убежим, наверное. Новый год в прямом смысле без крыши над головой встретят не только жильцы этой пятиэтажки. Ремонт кровли зимой начали еще на нескольких соседних домах. Пересматривать срок сдачи объекта пока повода нет. Материал закуплен подрядчиком, а строители продолжают работу даже в 30-ти градусные морозы. О фонде капитального ремонта рассказали, что ремонт кровли зимой не противоречит техническим нормам. Вообще никаких проблем нет с зимним ремонтом кровли, при том, что если они скатные, скатные они принципиально холодные кровли. По нормам эксплуатации температура между наружным воздухом и температура внутри кровли не должна превышать 5 градусов. То есть покрытие оно не греет, оно просто служит для отвода осадков за пределы стен. Подрядчик рассчитывает закончить ремонт кровли на этом объекте даже раньше запланированного срока. Строители возобновят работы 3 января. Дмитрий Ковалев, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.